в чем уникальность студию о том что они развиваются как музыканты они не останавливаются они очень очень продвинутые ребята очень музыкально просто вот от бога музыкальная но и солистка у них сейчас конечно такая хорошая девка а батар шукенов у вас там прямо уже национальный герой такую артист ну да он вот этот мальчик вот этот батарёно чик мой любимый а вы помните когда вы в первый раз увидели конечно наверх этот романтик такой на и наивняк был полный что они дети совсем практически мы сейчас я смотрю какой он серьезный какой солидный как его любят а ведь когда они появились у нас здесь это были ну после розы рембаевые в советские времена да то это были первые казахи конечно который в москве да и довольно странно было все говорит боже боже какая как хорошо как хорошо поет какая песня говорю казахи как казахи как-то было так неожиданно все казахи как вдруг и в масштабу казахи да я говорю а почему нет вот и помню в испании когда я их отвезла на такое телевизионное шоу она как националист игру казахи они казахи джапани какая разница говорю казахи это другое пишите казахи короче это смешно сейчас тоже видишь как они просто стали символом казахской культуры а я помню вот как раз именно те рождественские встречи когда они впервые вышли на сцену в олимпийском я вообще тогда даже не подозревал что есть группа студию я попадаю в этот олимпийский захожу в этот зал стою в зале и вдруг вы выходите на сцену и говорите а теперь встречайте я хочу пригласить на сцену молодую группу но очень талантливую они из казахстана встречайте группа а студию и когда я увидел этих четверых ребят батархана шукенова с таким же разрезом глаз как у меня меня будто ударило током и вот этого чувства гордости до какого-то ощущения полета вдруг на сцене в москве на рождественские встречи у пугачева и куда невозможно купить билеты стоят казахи а какие как приходили так достойно все было единственное что я в ужасе когда узнала что у них было тяжелое положение очень и они настолько прошли они вот не хотели даже мне говорить об этом и сами все это пережили ведь только скажи что хочу я бы просто прибежала и спасла и все у них было тяжелое положение они не позвонили то есть вот какая-то у них такая гордость есть своя просто ничего перекурим и это дело понимаешь то есть вот я вот